Добрый вечер! Мы продолжаем нашу любимую книгу «Урота Чува». У нас тот же самый документ, я просто добавил 14, 15, 16 абзацы. Хорошо, тогда... Ой, у нас так много, приятно как. Тогда всем, значит, добрый вечер. И начинаем. Невозможно очинить ущерб от недоставка воли к добру и святости. И мудрость возрастает лишь по мере развития желания, которое в ней. Грехи же препятствуют развитию желания. Необходимо совершить шву для того, чтобы чистить желание. Дабы развивалась мудрость, как следует. Особенно важно исправление грехов между человеком и его ближним. И в первую очередь воровство, которое препятствует совершенствованию желания. Необходимо весьма укрепиться в этом. И надеяться с Божьей помощью удостоиться полного освобождения от беззакония, которое в наших руках. Ну, как это... Концовка над классической полностью. А вот начало, мне кажется, требует объяснения. Мой любимый способ изучения Равкука и вообще текста. Итак, чтобы нам разобраться и понять... У кого-то включен микрофон. Чтобы нам разобраться и понять текст. Что нам нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы понять хорошо такой не до конца понятный текст? Варя, открой, пожалуйста. Наверное, найти какие-то ключевые слова. Отлично, правильно. Найти ключевые слова. Безусловно. Как мы еще ключевые слова? Я математик, я такой программист просто. Поэтому у меня все очень просто. Да, Даша Рэн. Посмотреть, какие слова здесь встречаются чаще, повторяются. Отлично, да. По-простому посчитать слова. Именно. Это у Равкука мне очень помогает, это работает. Единственное, что я хочу обратить внимание, воля, которую встречать здесь вначале, на иврите это то же самое, как и желание. Я не знаю, даже на иврите это другое слово или то же самое, не помню сейчас. Натан, там то же самое слово, и, может быть, я даже зря перевела это разными словами. Не знаю, может быть, надо заменить. Раз желания, два желания, три желания, четыре желания, пять желания. Пять желаний. И тут у нас слов-то, наверное, пятьдесят. Желания. Значит, мы уже знаем это слово, которое нам нужно, в общем-то, понять, разобрать, и оно здесь не просто так проходит очень много. Теперь следующее, что за желанием идет, если мы опять посчитаем, или увидим, или как-то еще, это мудрость. По-моему, по крайней мере, три раза мы здесь встречаются. Давайте посмотрим. Раз мудрость, в связи с желанием. Два мудрость, два мудрость. Но тоже повторяется. Значит, и, соответственно, вот, теперь желание. Я хочу попытаться объяснить эти понятия, но мы вот сами, да, только посчитав и посмотрев на ключевые слова желания, это вообще в учении Равкука, это важное понятие. Вообще, вся дорога человека, все стремление, то, к чему мы стремимся, к чему мы хотим от себя, от человечества, от человека, это по Раву улучшить, сделать более чистым, более утонченным желание. Это все, что нам нужно. Мы хотим, чтобы желание, это как, вот, по-моему, по большим того, по-моему, он сказал, что человек находится там, где его воображение. Немножко близко к тому, что мы учим. Как бы, куда направить основную точку приложения сил, допустим, по исправлению? Что делать-то? Пытаться там туда, пытаться сюда. Вот здесь, то, что мне кажется, по Раву, вот эта точка, это улучшение поднятия желания. От чего я хочу? От чего я хочу? Конкретно сейчас, вообще по жизни. Вот в чем моё желание? От чего вот я хочу? Нажаться до опупения мороженого? Или какие-то, то есть тот момент, когда человек, человечество, свои желания очистит немножко от грубости, поднимет в сторону стекунок лови, улучшение, чтобы всем было хорошо, чтобы всем было лучше, чтобы, в конце концов, это, конечно, приводит к близости Богу, но вот моё простое, грубое, без длинных слов, там, без большой философии объяснения, чего я хочу? Я хочу много денег, я хочу мира, я хочу любви в семье, вот работать над своим «хочу», тем, чтобы «хочу» было более, менее грубым, более возвышенным, это, пора будет, очень важно, это вообще цель, как бы, всего человека, его продвижения, и так далее. Возвышение желания. Это «Урава», как бы, это «Табиту», это, это, как это сказать, это, это термин, это понятие. Возвышение желания. То есть, то, что я хочу, мы привыкли, что? Мы привыкли, я уже повторяю, мы привыкли к тому, что то, что я хочу, это не важно. Нужно то, что надо. И опять-таки, это правильно, и это тем более правильно, чем человек более грубый. Чем человек более утонченный и возвышенный, тем это более, да, важно, что я хочу. Но, не важно нам сейчас, это важно или не важно. Как мы сказали, важно то, что я хочу, или важно то, что надо. Право важно, это то, где находится мое хочу, мое желание. Где оно лежит? Что я хочу? И работа над тем, чтобы это хочу лежало в более возвышенном, в более утонченном, в менее грубом месте, это основная работа по возвышению человека. Дальше я скажу, что вот практически нам не интересно вообще, чего ты хочешь, а интересно, что ты делаешь. Да, может быть. Но принципиально, как бы это сказать, есть цель на короткую дистанцию и цель на длинную дистанцию. Цель на короткая дистанция, это какой план действий на ближайший час, неделю, месяц, год может быть. Это цель на короткую дистанцию. И здесь, когда мы обсуждаем такие цели, видимо, безусловно, гораздо важнее, что надо. И гораздо важнее, что ты делаешь по отношению к тому, что ты думаешь. Да, извечные споры иудаизма и христианства, что важнее? Действие или направление сердца, не то, что я как бы вот моё вот хаванок, да? Так вот, как всегда, я это рублю на этаже. На ближайшей цели мы можем сказать, не важно, что ты там в себе чувствуешь. Ты дал бедному миростыню, молодец, а ты бы сгордился из-за этого, ничего страшного, с гордыней отдельно поработали. Главное, ты дал, ты сделал правильное действие. Это всё хорошо и верно на кроткосрочных целях. Что вот я делаю сегодня и сейчас, когда мы ставим долгосрочные цели? Куда я хочу привести всё человечество в конце его истории? Ну, допустим, на, за, там, не знаю, за 5 ближайших тысяч лет. Да? Здесь у меня всё совершенно меняется. Здесь гораздо важнее, понятно, что эту цель я не ставлю её, я не ставлю сдачу достичь срочности в течение 500 лет. У меня есть время. Но эта цель, вот, долгосрочная, это безусловно, не дать милостыню бедного. А эта цель у всего человечества приподнять то, где лежит его хочу. Это то, что Раф говорит у нас здесь, поднятие, развитие желаний. Теперь давайте после такого введения вернёмся к тексту. Вот так, я уже говорил много, то я хочу передать микрофон вам. Я ещё раз очень рад, что у нас так много новых людей, я бы хотел о чём познакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Денис, я просто спрашивал, у меня нет возможности системно учиться, я так иногда очень включаюсь, когда появляется возможность из Подмосковья. не знаю, что нравится. Ну, во-первых, очень приятно, во-вторых, все уроки записаны, в-третьих, у нас уроки так построены, что на мне без нас нет предыдущих курсов, можно присоединяться в посредине, ждать нас сначала урока, но мы учимся в такую книгу, которая разбита на достаточно короткие отрывки, которые состоятельные. Центральные идеи, которые проходят через Мир и все учения раба, я их повторяю очень часто. Так что милости просим. Спасибо, понятно. Я хотел тоже коротко представиться. Меня зовут Анатолий. Я в первый раз здесь. Я из Германии. и мой хороший друг из-под Тель-Авива сказал мне, что можно с вами позаниматься. Я очень рад этой возможностью. Мы с женой сейчас вместе вас слушаем. Спасибо большое. И очень рады будем подсоединяться, когда это будет возможно. Тоже милости просим. Я тоже очень рад новеньким. Очень-очень-очень здорово. большое спасибо. как я уже сказал, все уроки записаны. Можно слушать назад, а здесь можно также участвовать вживую. Спасибо. По сути кто-то хочет сказать, то есть текст мы сейчас не изучали, но я сделал какое-то такое введение по поводу поднятия желания. Как мне это видится. В общем-то немножко более широкое, чем наш отрывок. Кто-то хочет высказаться по этому поводу. Я всегда хочу высказаться. Вы знаете. Не случайно, я думаю, Рав ставит желание на такую высокую ступень. И Шерель, я думаю, я не знаю, как правильно в смысле перевода, но воля это очень важное слово такое, которое делает параллель между волей человека и то, что больше подходит к Всевышнему, когда мы говорим о его свойствах, не просто его желания, но его воля. И в аспектах, скажем, каббалистических, она стоит на самом высоком уровне, кетер, она выше всех остальных проявлений, из нее все исходит, она является стимулом всего остального, движущей как бы силы, это на самом простом уровне, и отражение ее происходит в нашем мире у человека тоже, то есть другие всякие стимулы, которые человека двигают, они тоже как бы могут быть релевантны до какой-то, до какого-то степени, потому что страх перед наказанием, ну, неважно, желание какое-то, так сказать, снискать какую-то популярность поддержки там общества, ну, миллионы вещей, не потому, что это твое, действительно, твое желание настоящее, то, чего ты хочешь, то есть, может, часто ты идешь, действуешь не так, твое желание тебя направляет, и это создает в мире некоторый разлив вообще в принципе, когда твои действия не соответствуют ему желанию, и поэтому выявить вот это желание, которое параллельно желанию Бога, то есть отражает каким-то образом его желание в мире, быть ему адекватным, когда твоя, ты же, там, сердишься на кого-то, допустим, и ты хочешь там, не знаю, над ним взять вверх, тебя, ну, простейший случай, кто-то меня обидел в сети, и я хочу там ему сказать что-то тоже обидное в ответ. Это такое низкое желание, на самом деле, не имеющее никакой пользы дальнейшее, оно истекает из каких-то внешних человеческих вполне человеческих проявлений. Но это то, что раб говорит, ты должен очистить свои желания от таких вот мелких вещей и соотнести его с тем, что соотносится с целью творения, с желанием Всевышнего. Спасибо. Я под то, что вы сказали, но это можно тоже говорить. Все, что написано здесь у раба, конкретно в этой книге вообще во всем обучении, это очень сильно замешано на кабале. но уши явно не торчат. То есть все, что раб здесь пишет, он пишет здесь на открытом языке, как бы не пользуясь чисто каббалистическим театр. Теперь, поэтому, кстати, нам это можно, нам это и можно учить. Так как в тот момент, когда Раф это перевел на открытый язык, одно из производных этого, что это стало открытым учением. Но конечно, корень этого это безусловно каббала. Поэтому спасибо за вот, что здесь параллель желания человека к желанию Бога. Но я хочу здесь то, что называется быть последовательным тексту. В тексте здесь не сказано вообще нигде сделать свое желание параллельным желанию Всевышнего. Здесь говорится про поднятие желания и утончения. То есть не то, что это неверно. Это верно. Но так как этого нет в тексте, то с нашей точки зрения этого пока нет. Мы говорим, что задача человека это сделать собственное желание более высоким, более утонченным. Развивать его. Так же, как мы развиваем мускулатуру, аналитические способности, нам нужно развивать, поднимать, утончать желание. Да, в следующей главе, потом, в другом месте, понятно, что в конце концов все должно прийти к соответствию желания Всевышнего. Но это другая тема. Совсем другая. Здесь поэтому Бог упомянут один раз, что называется, чуть ли не по ошибке в конце. Соответственно, мы будем точно так же. Мы сейчас говорим, это подходит как бы любому человеку, про утончение, поднятие, развитие желания. И что это важно? Мы привыкли, что это не важно. Мне очень важно подчеркнуть, что с точки зрения раба это очень важно. Развитие желания. Да, то есть не применьшая других вещей, важности действия и так далее. Здесь раб подчеркивает и я за ним важность желания. Да, безусловно, это восходит к коронии, к баллистическим терминам, но нам с моей точки зрения этого новости, которое принесло, хватает. Мы доравая думали, что мои хотелки никого не интересуют. Это не важно. Главное, что я делаю. Пнулся или не пнул, накричал или улыбнулся, дал милостыню или не дал. Конечно, это важно. Я сделал то, что надо, а не то, что мне хотелось выйти, разорвать на себе рубашку и завыть всех не знаю, что мне сделать. Прав говорить, что тебе хочется, это очень-очень важно. И очень важная задача это хочется поднимать вверх. Понятно, мне не должно противоречить тому, что я делаю, но это очень важно. С вашего позволения вернемся к тексту. Или кто-то хочет еще сказать? Тогда вернемся к У кого-то включен микрофон. Невозможно оценить ущерб от недостатка воли к добру и святости. Какой ущерб? Какой ущерб? Я ничего плохого никому не сделаю. И не сделаю. Недостаток воли к добру и святости. Да. Страшный ущерб и большой. Это очень-очень важно. И мудрость возрастает лишь по мере развития желания. Это еще одна глубокая большая тема, которая повторяется по крайней мере дважды. это тема, которая, как я люблю говорить, здесь иудаизм полностью противоречит нашему повседневному опыту. Наш повседневный опыт говорит, что мудрость, она не связана никак с моралью вообще. Может быть, очень умный злодей и наоборот, может быть, очень праведный дурачок, это никак не связано. в кабале и принципиально в иудаизме не до конца понятно как, но эти две вещи очень сильно связаны. Мудрость идет вместе с нами. Я могу привести пример, допустим, как мудрость связана со скромностью. Если ты не можешь выслушать чужое мнение, то ты не сможешь исправить свое тоже. Ты не увидишь ошибки, ты будешь отставить своего мнения просто по инерции или за гордыню, а не потому что. То есть скромность поможет тебе научиться мудрости, продвинуться вперед в учебе и так далее. Но это пример. Принципиальный подход наш, что мудрость очень сильно связана с моралью. И не только мудрость, а относящаяся к святости, также мудрость, относящаяся к холь к будничности. Будничность. Спасибо Нахама. Она тоже связана с моралью. Подытоживая личный жизненный опыт, это не так. Но Рав говорит, что это так, и у нас это так. Мне кажется, хорошо и правильно начинать себя и заменять голову от нашего жизненного опыта к тому, как это должно быть, и как это по-настоящему да так будет. А мне как раз жизненный опыт подсказывает, что человек, который становится аморален, он теряет мудрость, потому что если он на самом деле мудрый, мудрость должна ему подсказывать, что нельзя поступать аморально. А если ты хочешь быть в мире с собой и при этом воровать, ты должен себе каким-то с помощью своей мудрости объяснить, почему это можно. И она при этом совершенно разваливается. Понимаете? согласен. Я же могу сейчас насобирать кучу очень умных сволочей без проблем, вы же понимаете. Так они не очень умные. Что? Нет, не очень умные, я думаю. Они хитрые, может быть. Там этот самый Нахаш, да, Арум, Миколь, Хайоте Саде, он был у меня всех, очень умный он был. Но это совсем не та мудрость, о которой Рам говорит, я думаю. Это мудрость, которая требует некой цельной системы. Только мы говорим принципиально, потому что из другого места. Не только мудрость, связанная со святостью, но также мудрость, связанная с бургой. Нет, это некая общая система. Человек начинает делать глупости, даже не в области святости, потому что его оценка реальности, она меняется из-за того, что он говорит, а вровать-то можно, если никто не видит. И поэтому Я с вами согласен. Я с вами согласен. Я с вами согласен. Грехи же препятствуют развитию желания. Вообще я обожаю вас. Честно. Вот смотрите, как я предложил. Грехи же препятствуют развитию желания. А мы-то привыкли с грехами злоб выиграть. Что грех, он нехорош сам при себе. Она говорит, смотри, наша-то задача желания поднимать, а грехи мешают. Ну-ка, давай быстренько метелочку в руки и за уборку. Да? И мне кажется, это не первый раз так. Когда вот эти вот грехи перестают быть нашей центральной задачей, а становятся второстепенные задачи, мы их по ходу дела выметаем. Мое личное ощущение, что это гораздо проще. Ну, там не знаю, как пример провести. У меня задача похудеть. ну и вот я борюсь с калориями ежедневно. Съесть пирожок, не съесть пирожок. И сколько калорий я съел, и не считаю. Давай поменяем задачу. Не нужно тебе худеть. Давай поставим рекорд в нашем районе побегу на 100 метров. Давай поставим рекорд по отжиманиям. Давай соберем металл в нашем районе. По ходу дела мы похудели. И причем вот этой вот ежедневной борьбы с кусочком пирога, такой вот тяжелой, все, нет. Потому что вот эту вот задачу мы ее с фронта убрали на второстепенную. Это очень помогает. Когда как бы о да, это серьезная задача, разобраться с грехами. А смогу ли я? Он серьезный противник. А, мне нужно проехать из точки А в точку Б. А по дороге мне мешает собака. Знаете, собаке кусок мяса, сиди, кушай, а мы пойдем по своим делам. Я не борюсь с собакой. Я иду из точки А в точку Б. И так дайте проблему превращаем из главной в второстепенную. По-моему, это нам очень помогает продвигаться. Итак, возвращаемся к грехи же препятствуют развитию жены. И необходимо совершить шиву для того, чтобы очистить желание. Опять то же самое. Опять то же самое. мы для чего делаем? Как мы привыкли? А чтобы в ад не попасть. А для того, чтобы грехи убрать, чтобы желание очистить, и вперед продвигаться, чтобы человеком быть. Да, то есть и чего делать, и грехи убирать. Часто становится в этом, по крайней мере, рассмотрении не самоцелью, а вторичной, третичной целью задачей в продвижении человека и человечества. Итак, необходимо сделать шиву, конечно, чтобы убрать грехи, чтобы очистить желание, дабы развилась мудрость как следует. У нас получается трехэтажный домик. грехи, шува, желание, мудрость. Мы убираем грехи, для этого мы делаем шуву, для того, чтобы очистить желание, чтобы развить мудрость. А вот теперь, после такой вот уже принципиальной видения, у нас идет уже классик. Теперь, какие вот грехи больше всего нам мешают? Простые грехи нам мешают, которые самые сложные. особенно важно исправление грехов между человеком и его ближним. А не грехов между человеком и Богом. И в первую очередь воровство, которое препятствует совершенствованию желания. Опять-таки, обратите внимание, я не знаю, мне просто очень с собой. сейчас мне говорим, что воровство плохо, потому что мы мешаем трудному человеку спокойно жить. Воровство плохо для меня, потому что мешает мне мое желание приподнять подо мной. Я своровал, теперь я буду продолжать хотеть того, что есть у него и нет у меня, и у него и нет у меня, и у него, и нет у меня. Я буду всегда несчастный стать. Вместо того, чтобы хотеть чего-то более интересного, мы не хотим хотеть меньше, мы хотим хотеть больше. и необходимо весьма укрепиться в этом и надеяться с Божьей помощью удостоиться от полного освобождения беззакония, которое в наших руках. Насколько я понимаю, это беззаконие, которое в наших руках, то есть воровство. это как-то нехороший грех, но вот тут как это, по дороге к тому, чтобы рассказать нам, что воровать нехорошо, раз нам объяснили, как нужно подходить вообще к грехам, к чуве, какие правильные, более высокие цели стоят и нужно перед с тобой ставить. Ну вот, так вот у нас с 14 абзацем. Ну а теперь как у нас принято. Давайте. Заключение. Я передаю, возвращаю вам микрофон. Рыбнадон, так я правильно понял, что воровство это просто как бы частный случай, нет акцентации особой какой-то на воровстве. Это просто пример. Есть, конечно. я не понял, с чего вдруг это воровство он взял и выдвинул так. Объясните еще раз, это было прекрасно, ты просто не врубился. Большое спасибо за вопрос. Без него я думаю, мы, хотя вы не поняли бы это, как понял. А теперь давайте подумаем вместе. Когда я исправляю грехи между собой и Богом, это все в голове. На самом деле я не до конца знаю, я правдив вообще собой, или я себя обманываю, что такой святой у меня все хорошо. Поэтому, когда мы говорим про поднятие желания, мы говорим, что грехи более важны здесь, во-первых, это грехи между человеком и человеком, а не между человеком и Богом. поднятие То есть, поднятие желания должно именно снизу подниматься, как я могу себя процеперментировать, чтобы подняться. Я меньше хочу пнуть соседа, а я больше хочу сделать чего-то хорошее. Это гораздо лучший индикатор тем, что я сейчас гораздо более ступленно и дольше молюсь или там с кованой правильной. То есть, я обращаю внимание на слова, которые я говорю, чем раньше. Безусловно, это тоже важно. Но это гораздо более верный, правильный, близкий индикатор, что я на верном пути. Я так хочу близости к Богу. Вот и полетел, и полетел, и полетел. А я не знаю, на самом деле, это правда или это самообман поднятия. А когда вместо того, чтобы хотеть действительно сожрать соседа, я хочу ему помочь, это гораздо лучше индикатор. Соответственно, грехи между человеком и человеком, опять-таки, из них уже очень яркий представитель, это не просто, это не просто пример. Особенно важно исправление грехов между человеком и близким. То есть, это более важно. и в первую очередь воробство. Это не пример, это первый, а потом все остальное. Опять-таки, когда я человеку хочу... я не согласен с тобой, потому что первым делом, это прежде всего смотреть добрым взглядом на своего ближнего, не завидовать, давать добро другим людям. ты смотришь на него добрым взглядом и залезаешь в карман. Это вторично, вторично, это вообще вторично, это потому что я хочу то, что мне не положено, это ущерб в моем желании, понимаешь, желание идет вообще не туда. Михаил, пойми, это вторично, это первично, это смотри добрым взглядом на моего ближнего, все, от этого все зависит, все остальное, А как ты на него будешь ворить добрым взглядом, если ты у него воруешь? Стоп, стоп, я хочу сказать, и ты прав, и ты прав. И я хочу притащить свое любимое разделение и разрезание на этажи. Из нашего же отрывка. Верхний главный этаж, это мы сказали исправление желания. Михаил, добрый взглядом смотреть на соседа. А конкретно что я делаю, это действие, здесь и сейчас, это я не ворую. И наплевать всем, каким взглядом я смотрю на соседа. Теперь, принципиально более важно поднятие желания, смотреть добрым взглядом на соседа. Практически более важно не лазить ему в карман. Рау, нам сейчас связывает вместе принципиально и реально. для того, чтобы принципиально ты поднялся и стал добрым взглядом смотреть, тебе нужно сделать чуму, найти, поискать и подумать, а где кого-то обокрал, вернуть и извиниться. И не делать так больше. Это противоречие, можно сказать, между иудаизмом и христианством. внутри иудаизма это самое вот. А что нам важнее действия сейчас, когда самое важное между человеком и человеком действительно и не воровать, или где-то прилепляюсь к Богу, поднимаю желание. Обратите внимание, как равным это красиво связал, как он любит делать, небу с землей. поднятие желания это принципиальная цель. Но я сказал, что это цель долговременная и человек, и человеческая цель на всю жизнь. А у нас есть первый этаж, что я делаю сейчас? Это я сейчас не ворую, делаю живот вородство. Равном их, они у нас на разных этажах, они у нас в разных категориях сознания, они у нас разнесены. Равном это сейчас связано. Я дико извиняюсь. Продолжаю. Итак, Михаил Инехамов, спасибо за вашу стычку, потому что, в общем-то, я даже сам не обратил внимания, но обратите на... Я все-таки хочу, поскольку это у нас в таком контексте соотнестись с тем, что Михаил сказал, и вы сказали. Теоретически вполне можно себе представить, как это не странно. Человек, который очень добрым взглядом смотрит на всех, очень миленький, и это так часто и бывает, что ничего против, он вас не имеет лично к вам ничего не имеет. Просто ему нужны ваши денежки. Он вас очень любит, но он для себя присваивает, не говоря уже о налогах. Он очень любит наше государство, он целиком ему предан сионист самой первой, так сказать, высшей пробы. но он все время увиливает от уплаты налогов и все делает через это самое мимо, не знаю, каким образом. Я не хочу показывать пальцев, среди нас тоже такие есть. Как это так? За такую вещь я должен платить налог государству, я покупаю там на ebay, еще должен еще 200 шекелей заплатить налог, это просто грабеж? Так я попрошу у кого-то там в Америке, чтобы он это купил, у меня переслал, как подарок, вот и никаких налогов. Все правильно, но это ворожство в каком-то смысле, ребята. И когда ты самый замечательный сионист или любишь все человечество, одновременно запускаешь к нему руку в карман, есть в этом что-то совершенно неправильное, и твое желание не идет, и твой добрый взгляд, он не идет в правильном направлении. Для того, чтобы его очистить действительно, извините. Разрешите внести, можно пять копеек коротко внести? Конечно. Натан, вы когда говорили, вы затронули там один очень важный аспект грехи против человека и грехи против Бога, да? Я когда изучал, подходил к Йом-Кипуру в свое время, для меня это был очень странный вопрос, да, что в Йом-Кипур покрываются грехи, которые человек сделал против Бога, но не покрываются грехи, которые сделал человек против человека, прежде чем человек не приведет это в порядок. И только недавно пришло понимание, это всегда для меня был странный вопрос, когда мы делаем грехи против Бога, мы не причиняем ему ущерб, человек не в состоянии причинить ему ущерб, когда мы делаем грехи против человека, мы причиняем ему ущерб, и наверное в этом тоже очень важный аспект, это как бы первый момент, который необходимо привести в порядок, и что касается желаний, вы меня поправьте, если я, наверное, я неправильно помню, где-то в нашей традиции сказано, что сделай желание Творца своими желаниями, и тогда он исполнит твою волю. Где-то в нашей традиции... По-моему, это в наставлениях отцов, нет? Да, вот, точно, да. Третье всего перки а вот, это как бы к началу вашей лекции о желании, спасибо. Спасибо. Нет, поправить не смогу, все правильно. А к тому, что сказали Хама и Михаил, я полностью согласен, да, то есть, как бы здесь у нас получается, что грехи мира человеком и человеком и воровство, они нам правильный знак, что мы правильно, по-нормальному, по-настоящему поднимаем желания, а не занимаются самообманом. Безусловно, это то, что у нас следует из нашего отрывка очень четко. Грехи препятствуют развитию желания. То есть, не может быть, что у меня развитое желание одновременно с грехами. Не работает. Особенно с грехами и человеком и человеком. поэтому давайте-ка сделаем переучет, посмотрим, что у нас с грехами по отношению к людям. Кого мы взяли, хотя или не хотя, чего-то скажем, что нам не положено. Сделаем в этом, действительно, ведем порядок. И тогда мы будем знать, что наше поднятие желания, наш действительно правильный, добрый взгляд на людей, на мир, во-первых, он поднимется из-за этого, во-вторых, мы будем знать, что он не самообман, что это не, что я себя просто так вот поглаживаю хорошо по головочке, кое-халушей, а что это более правдно. Добрый вечер. Меня слышно? Да. А, я, знаете, что хотела сказать, что воровство, оно ведет к неискренности. Там нет контакта между людьми, там так или иначе все силы направлены на закрытие, а не открытие к людям. То есть, соответственно, тут и ни тшуы, ни поднятия, ни отдачи, ни проявления, ни творения мира, который будет тебя отзываться и радовать тебя. Тебе нужно быть скрытым, нужно спрятаться каким-то образом. Люди, которые будут тебя видеть настоящим, будут тебя злить вместо того, чтобы радовать. ну, типа, они приняли тебя таким, какой ты есть. Там радости никакой не будет. Я думаю, что тут в этом еще дело. Нету контактности, нет отзыва от общества, никакого. Человек закрывается в сам себе. Ну и, соответственно, желания тоже никакие не развиваются. Он замыкается в своем кружке в этом маленьком и все. мое, как хомячок такой, в норку уточил и все. И вот на этом, да, да, и на этом там сидит и все в себе вот это таит. А общественного нет отзыва никакого, контакта нет. Соответственно, и мир вокруг творится не очень хороший. Видится не таким. Хорошо. Вперед! Следующий отрывок. Итак. Я очень часто повторяю, что наш главный враг это не грех сам по себе, а отчаяние. Это как-то, я не сам такое придумал, это как бы я ураво понял. И напрямую между стоп. Сейчас мы вот будем изучать один из такой отрывков, тирав напрямую относится к отчаянию и тоже вот очень-очень по-своему. Давайте так отчаяние, которое появляется в сердце, само по себе указывает на тонкое самонаказание, проистекающее от высшего осознания морали и связи. Поэтому следовало бы, чтобы само отчаяние укрепило сердце человека, дабы не боялся он и совершил чего-то всех грехов полное умиротворение и мужество. С вашего позволения я прочту еще раз. Отчаяние, которое появляется в сердце, само по себе указывает на тонкое самонаказание, проистекающее от высшего осознания морали и связи. Поэтому следовало бы, чтобы само отчаяние укрепило сердце человека, дабы не боялся и совершил чего-то от всех грехов полное умиротворение и мужество и дух. Отчаяние, если мы так вот вспомним предыдущий отрывок, это что-то, что полностью разрушает любое желание. Я отчаявшийся человек, он уже ничего не хочет совсем. Ему плохо. Человек отчаивается в основном от чего отчаивается? От себя он отчаивается. Я такой осекой, я не смогу улыбаться. Я упал, я грешен тут, я грешен там, и мне нет ни сил, ни возможности, не душевных, ни моральных качеств подняться. Вот такой вот. Давайте подумаем. Кто реально выше? Такой вот отчаявшийся человек. Или человек, который совершенно не отчаялся. изменить, я хотела спросить. Кирель, а почему мордут она перевела как само наказание? Я перевела мордут как само наказание, возможно, правильно было бы перевести как самокритика. я не знаю, мордут, лимрод, это как бы восстание, или... Мы, по-моему, смотрели, это не отходило. По смыслу не подходит. По смыслу как раз подходит. По смыслу я понимаю, что морали, понимание морали и святости у него есть, и поэтому он критичен к себе. Может быть, слово самонаказание, оно как-то не очень уместно здесь. Но я так понимаю, и я посмотрела, у меня есть книжка с некоторым таким комментарием на Рава. И, по-моему, Рав... Сейчас я скажу. Я потом скажу, кто... Рав Султанович? И он... А, что? Зейв Султанович? Я просто не слышу. Что? Это... Сейчас я скажу. Есть Рав, Зейв... Комментарии есть на Зира, и Рава Зейва Султановича, насколько я знаю? А, нет, нет. Это книжка, значит, Йовальфройнт. А. Бюр Мелим и немножечко комментариев, значит, на текст. И я посмотрела, он как раз по этой, как бы, по такому толкованию идет. Мордут, может быть, нет слова мерид, от слова роде, власть. Как бы... Молкот, мордут. Итак, вернемся к нам. Итак, значит, человек, который от себя отчаялся, он как бы, он прошел первую часть, очень важную, от чего осознание того, что он сделал, что-то не то. До осознания того, что он сделал, что-то не то, никакой чвы принципиально невозможно. Соответственно. Даже человек, который отчаялся от себя, вот, да, я пытался, у меня не вышло, я пытался уже сто раз, у меня не вышло, у меня ничего не выйдет, я ничего не стою, он принципиально, в моральном плане, безусловно, выжил человек, который делает те же самые гадкие дела, но полон, как бы, такого самодовольствия, он считает себя, что с ним все в порядке, исправить ничего не нужно, но он очень хорошо это чувствует внутри. Он спокойный, он, как бы, не чувствуется вообще грешки, он в полном порядке. Вот это вот, бедняга, первый, он, безусловно, стоит на много-много этажей выше, этого, спокойного, второго, как это, я говорю, для своих родов, человек, который сто раз вставал войной против своего злого начала и сто раз проигрывал, он, безусловно, гораздо выше человека, который ни разу не бывал своим дурным началом, он даже не знает, что у него есть. Это два разных уровня, два разных уровня. Так, из этого ты уже можешь черпать себе удовлетворение как бы и укрепить свое сердце. Давайте послушаем, что Раф пишет. Указывает на тонкое самонаказание, то есть человек отчаившийся в дизуну, человек страдающий, проистекающий от высшего осознания морали и святости. Мораль и святости это важно. Я есть расстояние между мной и моралью и святостью, человек себя плохо чувствует. Молодец, это хорошо. Это отрицательное ощущение, оно вызвано положительным чувством к морали и святости. Здорово, молодец. Поэтому следовало бы, то есть мы должны обратить внимание, когда мы полностью отчаянены от себя и от своих последствий. А вот это гамми-дроги, это уровень, это уровень, это важный уровень. Поэтому следовало, чтобы само отчаяние укрепило сердце человека, дабы не боялся. Мы боимся отчаяние я отчаясь, вот я опять, вот у меня не получится, а чува это неприятно, нехорошие эмоции. босс, тебя продвигают. И совершил чува от всех грехов полное умиротворение и мужество душа. Чува вместе с болью, правильная и нормальная, должна быть полна умиротворения и мужество душа. И чува приводит нас через страдания к отсутствию страдания. А без чувы эти самые страдания они никуда идутся. Они нас будут клювать сознательно или подсознательно постоянно. Они не уйдут. Чува не предлагает интульгенцию. Чува предлагает да. Это тяжелая дама. Одну не бойся. В конце и если осознанно и в середине ты получишь умиротворение мужества духа и в конце концов будешь успокоен. ты будешь успокоен. А без чувы нет проблем. Ты совесть можешь забывать в подсознание. А оттуда она тебе выскочит какой-нибудь гулячкой. То есть психосоматика она на тебя будет есть. Ну вот мне кажется как-то так. У меня еще один вопрос просто еще по пониманию текста. Как следует понимать следов было бы что Раф хочет этим сказать. Вот у меня точно такой же вопрос. Вы знаете эта формулировка очень интересная. Я не знаю правильно я понимаю или нет следовало быть. Это значит что отчаяние на мой взгляд не приводит автоматически к тому результату который написан в последнем предложении не приводит к шве и получается что где-то там есть какой-то клик какой-то пункт где нужно принять какое-то решение иначе мы достигнем в этом отчаянии некой точки невозврата и оно приведет к отрицательному результату. Я не знаю Натан я правильно понимаю я полностью с вами согласен отчаяние как заголовок это самое главное рад здесь питается из отчаяния выжать лимон чего-то хорошего но безусловно отчаяние само по себе это главный враг он гораздо хуже греха самого по себе так что в этом плане это абсолютно верно следовало бы я абсолютно с вами согласен то есть это не происходит само по себе а должно происходить чего не хватает да какого-то решения я думаю что по мне это осознание когда я понимаю что это отчаяние не само по себе и что по нормальному по здоровому я должен из отчаяния во-первых отчаяния не должен сказать вообще это не обязательный этап шувы не должно быть но даже если оно появилось давай возьмем из него и поймем хорошее и сбежим оттуда отчаяние это плохо отчаяние это безусловно плохо но если уж оно но хорошо плохо плохо а что делает тот кто отчаянен тот который отчаялся а кому говорит мы можем из того станет где-то есть тоже выжать что-то хорошее отчаяние посещает только людей которые на каком-то уровне моральном не на дне это уже уровень из этого ты можешь черпать силы понимая что действительно падший человек никакого отчаяния не испытывает ему все хорошо то что тебе плохо это уже хорошо поэтому сделай чуву как положено и отчаяние пройдет отрицательная боль пройдет отрицательные эмоции пройдут да чува содержит сама в себе боль отрицательные эмоции но это ограничено по времени это ограничено а без чувы это не ограничено я совершенно согласен с Анатолием да но он тут не говорит ничего негативного про самоотчаяние больше того из этого отрывка кажется что оно действительно у него есть не то что обязательно оно должно быть но некоторый процесс который естественным образом происходит да оно появляется в сердце и указывает на конкретную вещь на неважно некое душевное ощущение наказания или восстание против самого себя там происходящее от высшего осознания морали и святости то есть человек не просто так ощущает это отчаяние от того что в нем есть осознание морали и святости то есть он тебе говорит послушай это же классно да отчаяние больше того не говоришь что это плохо это прекрасно ты осознаешь высшую мораль и святость ну значит возьми это теперь на укрепление да вот как-то так да но да но для этого оно тебе дону то что я говорю это немножечко немножечко натянуть этот текст это не все тут написано ближе гораздо то что выгодите но я знаю в других местах он говорит что это отчаяние из общего взгляда как бы нарава на то что он пишет и так далее я предпочитаю немножечко подтянуть этот текст в сторону как бы того что отчаяние это не обязательно как я сказал он в общем-то отрицательный но если случилось приключилось то тем не менее мы из этого тоже как-то не будем там оставаться а пойдем вверх но то что вы сказали такое прочитание безусловно возможно мне как бы мое мнение то что я выучил то что я вижу как бы отсюда и других основных мест что отчаяние это плохо но если ты там мы его не просим это не обязательно этап но если ты уже там то давай думай что делать то есть радость любой ситуации ищет как это лимате как это подсластить по-настоящему да он ищет добро из везде отовсюду неважно где и как но отчаяние безусловно как я понимаю опять таки этого здесь не написано точно и четко и ваше понимание оно существует а я слыша вас остаюсь за своим пониманием можно я скажу да конечно я так думаю что здесь идет речь о том ну как я поняла что когда самонедовольство вот это самоуничижение достигает той степени когда жить уже с этим невозможно ты понимаешь ну что делать ну придется делать чулу ну придется вот ну как по-другому это же дальше так жить невозможно просто и когда ты делаешь чулу если правильно то тогда все то негативное которое привело привело тебя к отчаянию становится мудростью становится положительным опытом положительным грузом и знанием я думаю так это в общем конечно всегда правильно это абсолютно верно в общем то что называется переворачивает чува недостатки прегрешения в достоинство безусловно все то что я упал это было мне сейчас трамплином к поднятию это абсолютно верно а мужество в том наверное чтобы сделать вот именно вот этот рывок к чуве но главное чтобы было желание и как только оно появится этот божественный свет даст тебе на это силы я так думаю придаст тебе силу и все получится по поводу придаст силы и даст силы я думаю у нас уже было много раньше и у нас еще будет много позже раб очень много энергии вкладывает в то чтобы помочь человеку который говорит у меня нет сил это сделать я могу два шага а мне нужно 20 километров пробежать а я вот знаю что максимум что я бегал это 200 метров я не могу нет сил не справлюсь а что делать и раб дает как бы что называется идет с этим человеком рука об руку а не дает какие-то там советы свысока наоборот он спускается вниз и думаем мы все вместе думаем решаем а что делать в такой ситуации не знаю не могу я не помню мы уже учили или будем учить он говорит тебе сложно нет проблем забудь про прошлое вложись в будущее потом вернешь что ей сказать что он говорит ты думаешь ты не сможешь нет проблем сделай то что думаешь ты сможешь а там посмотрим бог тебе поможет силы и так далее то есть раб эти ситуации разбирает и он их как это он их не отметает а неинтересно а мудрецы сказали что бог не не ставит перед человеком испытание которое он не может преодолеть поэтому как это сказать любишь кататься люби санчики возить нагрешил так исправлять раб идет с человеком тебе кажется что ты не можешь делать шоу мне сейчас неинтересно как это выглядит объективно субъективно тебе кажется что ты не можешь хорошо мы с тобой что делать в этой ситуации так что вот так можно вклиниться я хочу спросить как я для себя понял до отрывок вы скажете так я понял мне дистекста мне кажется что о том речь не в смысле что хорошо отчаяние оно по объективным причинам возникло но условно говоря в этой ситуации хорошо что оно есть если бы его не было вот это было бы еще хуже что он как бы грубо говоря об этом говорит а тут наоборот в средстве того как я реально живу появляется отчаяние потому что при этом у меня стандарты грубо говоря правильные но я понимаю что не соответствую если бы не было отчаяние было бы хуже или было бы ну при той жизни которую я вот веду что объективно она не соответствует вот этим стандартам я думаю Нахама с вами согласится а я не до конца без отчаяния вполне тоже можно сделать чуву можно просто чувствовать что грех-то плохо раскаяться в нем это не обязательно отчаяние но если уж отчаяние есть то не нужно падать и оставаться там а нужно найти силы и самого этого отчаяния найти силы с тем чтобы подняться то есть я это понимаю что как я уже повторил да что отчаяние это не обязательно но если он есть давайте на него посмотрим через нужные очки и поймем что отчаяние которое плохо но оно само свидетельствует о том что я нахожусь на серьезном моральном уровне и должны дать мне силы сделать чуву избавиться от отчаяния и от тяжести греха Натан я хочу поделиться немножко своим взглядом на последний этот отрывок что такое отчаяние я бы сказала вот именно в этом контексте это некое крушение картины самого себя которая есть у человека то есть у каждого человека есть какое-то представление о самом себе и ну для кого-то это более важно поддерживать его в хорошем состоянии для кого-то менее важно но в принципе все мы стараемся как бы для себя быть хорошими и где-то при этом мы можем врать самим себе только чтобы сохранить этот светлый образ и это очень-очень препятствует чуве а вот такое вот отчаяние о котором здесь говорится это полное крушение вот этого образа себя который разбивается в дребезги и при этом уже человек ничего не удерживает от чувы то есть в этом плане то есть отчаяние это хорошо то есть отчаяние сносит просто этот ложный образ себя который есть у человека ну может быть не полное даже крушение а в одной какой-то области тоже может быть это как бы это не значит что ты вообще полное дерьмо там во многих вещах ты был в порядке а вот в этой области упс и это очень сильно это очень сильно в любом случае если не полное крушение все равно это очень сильно дает себе поддых что оказывается уау а я оказывается воровал уау а я оказывается обманывал уау а я оказывается говорил лошоннара это было ужасно, да, ой, какой же я ну да, это не то, что полностью меня разрушает я в остальных вещах, может быть, был в порядке но тем не менее, это очень сильно разрушает даже в одной какой-то области, в небольшой, я думаю человек, если он это осознает, как вы говорите, да это очень здорово полностью или частично, я согласен с Ширейн но приняв по праву, которую вел Анатолий что вот это вот следовало бы, это важно то есть часто само отчаяние само по себе оно плохо и оно меня может оставить без сил, валяться на дне нужно осознание того, чтобы из этого черпать силы и подняться тогда да опять я, это самое, как всегда, думал, что мы успеем три отрывка, мы успели только два и опять у нас остался последний отрывочек тоже очень интересный значит, кто любопытный может подглядеть мы его в следующий раз будем смотреть ай, большое спасибо спасибо вам новым как всегда, было очень интересно и это самое, те, кто ну, молчит можно включить микрофон и начать со мной спорить или там говорить свое мнение это приветствовать, это правильно и хорошо ну, как у нас говорится, в туру нельзя преподавать, ну, в обед-кворот, ну, это самое, как-то, на кладбище на кладбище, да вот, так что приветствуется, активное участие огромное всем спасибо мне, как всегда, очень классно все место ну, вот, сколько стране поднялось вот, ну, тогда, значит, до встречи на следующей неделе спасибо большое очень всех поблагодарить спасибо большое за мысли драгоценные которые сегодня были высказаны спасибо и вам спасибо до свидания